Я хочу, чтобы мы сегодня прочитали одно такое место, оно в 13 главе Луки написано. Я буду оттуда проповедовать. Мария, она сделала определенный выбор, она сказала, да, Господи, да будь мне по слову Твоему. И вы знаете, она еще не осознавала всю цену того, которого она должна заплатить. Она стояла у креста и смотрела, как ее сын, распят. Вы просто представьте себе всю боль женщины, которая вынашивала, которая сказала да на призвание Божье, на призыв Божий. Всю ту боль и ожидание. Вы знаете, ее недаром святой считают многие и приписывают некоторые качества. Почему? Потому что женщина, которая пережила много, осталась в вере. Осталась доверять Богу, и она осталась верна до самой смерти. Бог говорит о ней, что о ней будут вспоминать во всех родах, все будут ублажать ее. Почему ублажать? Потому что она заслуживает этого. Вы знаете, мы знаем о страданиях Иисуса Христа, но я хочу, чтобы вы услышали о страданиях Марии. Мария страдала не меньше, когда ты видишь это все. Вы знаете, бывает тебе легче самому пострадать, чем видеть страдания других, которых ты любишь больше всего. В нашей жизни бывает это происходит только по одной причине, что мы не осознаем всей ценности того, что сделал нам Иисус. Если мы увидели Иисуса Христа просто... Знаете, мне все время казалось, что Иисус Бог. Он пришел сюда, на эту землю, и некоторые считают, что Он вроде бы пришел в супермаркет, прошелся, знаете, прогулялся здесь по этой земле. Но это не было так. Он прошел определенное страдание ради каждого из нас. И я хочу, чтобы вы осознали ценность того, что Он сделал, ценность того, что определил Он для каждого из нас. Потому что ценность определяется осознанием жертвы, величием жертвы, величием того, что Он совершил. Когда ты смотришь на Иисуса Христа, и Библия говорит в Коринфянам 11 главе, что мы каждый раз, когда вкушаем, мы возвещаем не жизнь, а смерть Иисуса Христа. Каждый раз, когда я вкушаю хлеб, я возвещаю то, что Он умер на кресте. Я говорю о том, что Он умер на кресте, но я не просто говорю это, я должен ощущать, как будто я там находился. И я хочу, чтобы вы просто представили себя со стороны Марии, когда вы стоите под крестом, и вы смотрите на своего сына, изуродованного, избитого, болезненного. О, я не говорю о том, когда вы пришли к Богу в первый раз и говорите, да, Господи, аминь, слава Богу. Вы еще не осознавали той боли и той проблемы, которую вы причинили, и из-за чего это произошло. О, если бы она не родила Его. Вы не задавались этим вопросом. О, если бы я не сделал то и то и то, то не было этого. Но послушайте, это в плане Божьем. Есть определенные вещи, которые мы проходим, как план Божий для нашей семьи, для наших детей, для каждого человека, с которым мы живем. Есть план Божий. Иисус был планом Божьим для Марии. И не только для Марии, для нас. Если ты осознаешь это в полноте, ты можешь просто прочувствовать то, что она чувствует. Ты можешь увидеть то, что она видит. И если ты осознаешь себя на том месте, послушай, Библия говорит, страдания Иисуса Христа, они были на нем. Страдания Иисуса Христа, она чувствовала и ощущала как свои, потому что он ей был дорог. Вы знаете, учеников не было, кроме Иоанна, никого не было возле креста. Все смотрели, издали, кто-то слышал рассказы, кто-то не мог на это смотреть. Им было больно, а она была там. Часто мы не понимаем, почему, зачем. Ну, вы знаете, когда идет казнь, зачем приходят? Ты просто ощущаешь это. Ты просто чувствуешь определенные вещи. Почему Иисус пришел на эту землю и умер на кресте? Другого выхода не было. Потому что все то, что движется по законам Божьим, должна быть заплачена та же цена. Цена за тебя и за меня. И ты должен видеть ее, ты должен смотреть на нее. Как Адам смотрел на цену, которая была заплачена за него, ты должен видеть ту цену, которая была заплачена за тебя. И Библия говорит о том, что если мы не будем вкушать, что значит вкушать? То есть, другими словами, ощущать, чувствовать, ощущать в полноте. Потому что если ты вкушаешь, и ты не чувствуешь ничего, то это не еда, то ты не поел, это может тебе приснилось. Ты должен прочувствовать то, что было там на кресте. Почему я должен это прочувствовать? Потому что когда я осознаю это и понимаю это, я не буду больше грешить. Потому что каждый раз, когда я это делаю, когда я согрешаю, я снова и снова распинаю Иисуса Христа. Каждый раз я распинаю того, который умер на кресте за мой грех. И вы знаете, я осознаю, что то, что он сделал, это было больно. Он не был Богом на тот момент, он был человеком в полноте. Да, он был Бог, но он был и человек. Он был человек, и ничто человеческое не было чуждо. Он ощущал ту же боль. Он ощущал те же страдания. Он ощущал все то же самое. Вы знаете, некоторые говорят, я пришел на работу, и говорят, вы же доктор, доктор не должен болеть. Если Иисус был Богом, это не значит, что у Него не болело. Если ты пастырь, это не значит, что у тебя нету переживаний. Ты же пастырь. Если ты пастырь, это не значит, что ты не эмоциональный. Вы знаете, часто мы видим определенные вещи, и мы говорим, что, о, нет, вы знаете, какие эмоции там были на кресте. Вы просто представьте себе то, что было. «Страсти Христовы», вот этот фильм, который сняли просто, чтобы просто ощутить, люди не могли его смотреть просто так. Они смотрели и плакали, потому что сопереживая тому, что происходит там, тебе становится больно. Но я хочу сказать, что если ты сопереживаешь просто, стоя в сторонке, как некоторые стояли в стороне и смотрели, ты не можешь быть частью этого. Тебе надо находиться там. Нам надо находиться там. Давайте откроем 13 главу, 31 стих. Луки. «В тот день пришли некоторые из фарисеев, говорят ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Часто есть такие Ироды в нашей жизни. Ну, я их уродами называю. Созвучно. Ирод. Есть Ирод, который хочет все время меня убить. Ты исполняешь волю Божью. Ты следуешь воле Божьей. И есть всегда кто-то, кто имеет какую-то власть, какая-то власть дана ему на определенное время. Вы знаете, что князь века сего, это дьявол, он пытается иметь власть над нами. Но он не имеет власти над нами. Если ты не дашь ему. Я хочу, чтобы вы поняли, мы отдаем ему власть тогда, когда мы согрешаем. Но если ты свободен от греха, двигайся, не бойся, не страшись ничего. И я прочту дальше. И сказал им, пойдите, скажите этой лисице. Он говорит, как власть имеющий. Потому что власть дает тебе познание силы Божьей. Скажите этой лисице. Я еще не закончил. Послушай внимательно. Если ты в своей жизни сказал, все, конец, значит, будет конец. Но если ты имеешь откровение Божие, и ты двигаешься вперед, то это не конец. Даже если кто-то пытается тебя убить, и кто-то тебе угрожает, это не конец. Потому что если Бог не сказал, что конец в твоей жизни, значит, не конец. Если ты ходишь верой, то ты должен ходить верой. И вы знаете, Иисус говорит, пойдите и скажите Ему. Я не хочу Его слушать. Я знаю, что мне надлежит ходить. Некоторые сегодня думают, что их жизнь закончилась. Определенные вещи у вас закончились. Все закончилось. Это ты так решил? Это твое решение? Но если ты принимаешь Иисуса Христа в твое сердце, ты принимаешь Его власть. Потому что нету власти выше, чем Он. Потому что тот, кто посажен на небесах во Христе Иисусе, тот и с Ним будет царствовать. Сегодня, послушайте, и сказал им, пойдите, скажите этой лисице, вот изгоняю бесов, совершаю исцеление. Сегодня, завтра и в третий день кончу. Когда решу кончить, тогда и закончу. Послушай внимательно. Твое решение сегодня. Ты принял решение бросить служение. Ты принял решение идти туда-то, туда-то. Ты принял решение. Не вини кого-то. Не вини обстоятельства. Не вини уродов каких-то. Потому что есть люди, которые будут стоять против тебя. Есть люди, которые будут воевать против тебя. Но послушай, если ты принял решение, я не закончил. Мне нравится Иисус. Я не закончил. Я не закончил, даже пойдя на крест. Я не закончил. Я не закончил, потому что не в днях дело. Послушайте, Он говорит о трех днях. Некоторые говорят о тысячелетиях. Потому что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет. Третий день кончу. Послушайте, но Его решение, и это Его желание, и Он знает, когда Он закончит. Знаешь ли ты, когда ты закончишь? Аллилуйя. Знаешь ли ты, когда ты закончишь свое дело? Я нет. Я стремлюсь, Библия говорит. И есть моменты, когда ты в твоей жизни начинаешь стремиться правильно. Послушай, твоя семья, она развалилась. Все, я не буду строить. Закончил. Послушай внимательно. Есть всегда какой-то ирод, который будет воевать с тобой. Работу твою хотят отнять, ирод. И еще что-то. Проблема не в том, что есть ирод. Ироды будут. Что нужно сделать? Принять решение. Я следую за тобой, Господи. Что это бы мне не стоило? Что бы не стоило, я буду следовать. Я буду сражаться. Я буду воевать. И вы знаете, стремлюсь. Это стремление, когда Павел описывает, стремлюсь к почести высшего звания во кресте Иисусе. Он говорит о том, что я положил у себя в своем сердце не думать о заднем. Я стремлюсь. Лисицы всегда будут. Обманчиво, вкратчиво. О, подумай о себе. Дьявол всегда будет восставать против тебя. Он всегда будет говорить о тебе что-то. Но послушай, ты ли это закончишь? Ты ли закончишь это? Мне нравится дальше, что он. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра, в последующий день. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Сколько пророков погибло вне Иерусалима? Масса. Очень много. Правильно. Но тут говорится о другом. Он говорит о себе, что я погибну, когда я принял решение. Я приду в то место, где я должен погибнуть. И я буду там, потому что я должен там быть. Послушайте. Иисус, Он пошел на крест. И Он принял решение задолго до того. Задолго до того, как Он очутится там. Сегодня некоторые принимают решение, но не идут до конца. они принимают решение в своей жизни. Буду служить Тебе, Господи, буду делать, буду исполнять. Но, а дойдешь до конца. Начал хорошо. Кто из нас начинал плохо? Все начинают хорошо. Начало у всех хорошее, слава Богу, аллилуйя, Бог с нами. Но, послушай, как только трудность встречается, что мы делаем? Если мы убегаем, значит, что-то не то в нашей жизни. Если есть проблема в нашей жизни, что мы должны сделать? Противостаньте. Встаньте. Двигайтесь вперед. Скажи, двигайся. Продолжай двигаться. Продолжай идти, следовать тому откровению, которое ты принял. Если я не перестал двигаться, значит, все в порядке. Если я сдался, конец. Вы знаете, мне не нравятся некоторые, которые сдаются. Хотя и служители были, которые сдавались. Но Бог поднимал их. Помните, кто? Илья. Он уже сдался. Сел под куст и говорит, Господи, дай мне смерти. Он говорит, иди. Каждый раз Бог говорит тебе, иди, следуй за мной. Я буду говорить с тобой. Я буду открываться тебе. Следуй. Иди, потому что я не закончил с тобой. Я не закончил в твоей жизни. Ты думаешь, что все закончено. Был Петр. Помните, он в темнице уже спит. Двое людей возле него сторожат. И он спит, потому что уже нечего ожидать. Он умирать должен. Тоже ирод какой-то хотел его убить. Каждый раз встречается нам какой-то ирод, который хочет нас убить, потому что хотят угодить другим. Каждый раз есть люди, которые будут воевать против тебя. Но это не значит, что ты должен сдаться. Скажи, не сдавайся. Не сдавайся. Скажи сам себе, не сдавайся. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Вы знаете, часто дьявол подсовывает нам людей, которые говорят нам. Он подставляет наших друзей. И вы знаете, они вовсе не друзья вам даже. Вы этого не понимаете, но я вам хочу сказать, если они тебя уводят от Бога, если они тебя направляют, это не друзья тебе, это дьявол. Если ты устаешь после того, как пообщался с ними, тебе тяжело служить Богу. Это дьявол. Беги от них. Это те, которые приходят забирать у тебя силу. Мне должно ходить. Мне должно ходить. Я хочу сказать, что Иисус, Он просто говорит те слова, которые должны жить в нас. Мне должно ходить, как мы хотим. Нет, как мы должны ходить. Петр лежит и спит между двумя. И он готов уже умереть. Ангел будит его посреди ночи. И говорит, Петр, вставай, пошли отсюда. Еще не время. Часто, когда мы сдаемся, Бог посылает своих ангелов для нас из-за того, что Он еще не закончил. Даже если ты думаешь, что в твоей жизни все закончено, Бог не сказал аминь. Все закончено. Если даже в твоей жизни все прошло. Вы знаете, мне не нравятся определенные вещи. Мне не нравятся люди, которые сдаются на полпути. Они начали хорошие... Они начали борьбу со грехом. Они начали борьбу против чего-то, но они не довели ее до конца. Это все равно, что начать учиться, но закончить в шестом классе. О, есть такие, но это обстоятельства. Но послушайте, я не о обстоятельствах говорю. Я говорю о лени и нежелании, о проблемах, о иродах, которые мешают тебе. Обманщика, которые восстают против тебя. Слушай, это мое решение. Я следую за Богом. Я следую и исполняю Его волю. Мне нравится Иисус. Он был человеком во всей полноте. И Он, Он говорит, как власть имеющий. Он не имеет власти надо мной, пока я служу. Никто не будет иметь власти в том деле, пока ты делаешь Его дело. Потому что только Бог может сказать, все, закончено. Как Моисею. Иди на гору и умри. Бог говорит сегодня к некоторым, но вы слышите только свои ощущения, которые вокруг вас. И обстоятельства. Потому что фарисеи пришли, и они хотели Ему, наверное, помочь. Знаете, есть такие фарисеи, которые помогают вам. Может, давай сделаем по-другому. А они начинают осуждать тебя, судить тебя. Фарисеи – это те, которые всегда судили Иисуса. А тут вдруг помочь решили. Не ходи, не делай. Наша брань, она остается бранью. И мы должны понять, и от меня зависит, принял ли я решение. Я делюсь с вами откровением. Принял ли ты решение идти до конца в том служении, в том деле, в том откровении, которое ты избрал? Иисус, Он принял идти до конца. Закончил ли Иисус? Скажи, не. Он со мной еще не закончил. Он с тобой еще не закончил. Он никогда еще не закончит, пока не предаст все Отцу. Вся хвала, вся слава. Сам не поклонится. Он еще не закончил. Мой Бог, Он силен. И вы знаете, когда я отождествляюсь с Иисусом на кресте, я становлюсь таким, как Он. Я хочу, чтобы вы поняли. Потому что мы можем ощущать, вкушать то, что Он пережил. И мы сегодня, просто прочитавшие это место, мы вкусили, что Он пережил о решении. О, я не говорю о причастии, я говорю о слове. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы знаете, некоторые сегодня не дошли до спасения, они дошли до определенного уровня, они остановились только из-за того, что они не захотели идти дальше. Они не приняли решение идти дальше. Но вам надо вырасти. Нам надо вырасти. Мне нравится, я сегодня зашел, мой внук уже за одну руку ходит, пытается. И если бы он до сих пор лежал или не двигался, или еще что-то, я подумал бы, он больной. Я возил бы его по врачам. Но он развивается, как ребенок нормального возраста. И мне нравится, когда люди развиваются нормально. Если христиане имеют возраст, то мы тоже должны развиваться нормально, здоровыми. Если мы не развиваемся, значит, что-то не так. И я вам хочу сказать, что все мы согрешаем. Кто из вас знает, что мы все согрешаем? Если мы думаем, что мы не грешим, то мы обманываем. Все мы согрешаем. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то чуть-чуть. Но послушай, если ты остаешься в этом грехе, если ты пребываешь в этом, ты не вырос. Где-то что-то неправильно. Где-то в твоей жизни происходит что-то неправильно. Надо выйти. Библия говорит, что некоторых грехов надо бегать. Избегать их. С некоторыми надо сражаться. Бороться. Вы знаете, Иисус, Он все грехи убил собственным телом на кресте. И когда ты осознаешь эту жертву, они были поражены. Мой грех и твой был грех поражен там. Почему же люди страдают сегодня? Из-за греха. Потому что кто-то не раскаялся. Что-то произошло не так. В Коринфянам 11 главе написано. Давайте прочтем это место. Мы сейчас будем скоро причастие принимать, но я хочу прочитать. Ибо кто ест пьет недостойно, 29 стих, тот пьес ест осуждение себе, не рассуждая о теле Христовом. Не рассуждая о теле Христовом. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. И вы знаете, что такое суд? Суд – это милость Божья. Если мы судимся, когда не осуждены, когда Бог начинает судить нас, это тоже милость. Потому что с Давидом он поступал милостиво. Вы помните, с Давидом он часто поступал милостиво, хотя Давид не был прав. И этот суд заключался в том, он спрашивал даже, «Давид, что ты выбираешь? Это или то?» Он говорит, вот это. Когда он видел страдания людей, которые умирали от язвы, от болезни, вы знаете, как царю это просто пережить? Когда у тебя на глазах вывозят трупы людей, и это твоя вина. Вы знаете, цена очень дорогая была заплачена. Но эта цена недостаточно была за весь грех. Но Иисуса цена достаточна. И если ты снова и снова можешь прочувствовать, ощутить цену Иисуса Христа, ценность Его для тебя, то ты можешь быть сегодня свободен от всякого греха. Но если ты не рассуждаешь и не осуждаешь себя, не судишь себя, то грех начинает превалировать над тобой. Он начинает владеть тобой. И Иисус избрал для нас нечто лучшее. Он избрал для нас царство, чтобы мы царствовали. И вы царствовали. Скажи, Он избрал, чтобы я царствовал. Царство. Его царство, оно может внутри быть тебя. Царство – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Но есть еще царство, которым ты царствуешь. И на тебя не влияют внешние факторы. Если на тебя что-то влиять начало, и где-то ты поддался, ты согрешил. Тебе надо просто передумать, переосмыслить и сказать, Господь, прости меня. О, кто-то начал заботиться о том, что не нужно. Думать о том, что не нужно. И вы знаете, кажется, вроде бы не грех. Но на уловку словился. Ты уже не двигайся в помазание Божьем. Не двигайся в Слове Божьем. Не двигайся в откровение Божьем. Тебе нужно вернуться, откуда ты не спал, и творить прежние дела. Бог обращается сегодня, и Он говорит к некоторым, если ты не станешь и не будешь тем, кем я избрал, то я сдвину этот светильник. Я сдвину тот светильник с места своего. И вы знаете, на это место может другой светильник стать. О, да. Но от тебя зависит твое решение. Кого Бог судит, кого Он обращается, и Он говорит, слушай, вроде бы осуждающее слово, вроде болезненное для меня, но послушай, есть выход из этого. Ты можешь начать заново. Скажи, заново. Заново служить, заново служить Богу. И как это заново? Это снова у Креста. Ощутить то, что Он ощущал. Покаяние. Без покаяния не может быть прощения. Без покаяния не может быть обращения. Без покаяния не может быть перемен. И Бог всем повсюду повелевает. Он повелевает покаяться. Если ты следовал, где-то остановился, Бог повелевает тебе, покайся. Бог некоторым сегодня повелевает, говорит, покайся. Давайте встанемся. Давайте встанемся.